Не те там люди, ты чё? Не надо, всем разжарило как. Нигде, ни в моём мире, ни в ютубе, нигде голых нету. А тут голые, одни голые. Какие голые? Ну, голые, совершенно голые, прям лежат. Голая задница, голая мотня, всё голое. А, так у меня нет, у меня всё одето. Ну, понятно, чтобы блудница посмотрела, твоё тело готово к блуду или ты дряблый. Чего? Только не ругаться. Без обмана. Батя, ты чё? Я старших уважаю, мне так батя научится. Вот вы сейчас разговариваете, сейчас... Я никогда, грубо говоря, не скажу. Начну говорить, сразу материться начинать. И всё, пьют и пьют воду. Сейчас будете пить что-то. Да это не вода, Батя. Обязательно пить будете, потому что внутри горит огонь блуда, его потушить надо. Причина одна. Бог обещает блудникам огонь вечный. И они всё хлюпают и хлюпают сидят. Батя. Да, Батя, сотри сюда. Ну, Батя, ну смотри, ну смотри, Батя. Вот, сотри, сколько... Газ, ебать! Всё, всё, рты разъянули. Не знаете, что на суде Божьем отвечать будете за свою поганую жизнь? Слова-то какие из вас? Чё смеёшься-то? Не думаешь, что сатана в рот залезет? А может? Так что написано, смех ваш обратится в плащ и в рыдание. Я вам не свои слова говорю, а что Бог говорит об этом. Увидели, разорались. Я пришёл к вам слово Божие сказать. Это что, нормально? Ты же будешь плакать в скорое время. Написано, смех ваш обратится в плащ и радость в рыдание. Сейчас материться ещё начнёте, как следует. Нормально. О душе поговорим. Я вам важные истины буду изрекать. То, что говорит Господь Бог нам. Вот. Сядь правильно. Знаешь, с кем говоришь. Легион, когда войдёт в человека, тогда будешь знать. Он будет разрывать. Успокойся. Легион давным-давно мой. Сусть Христос сразил сатану. Разбил его. И верующий в него не судится. А неверующий осуждён будет. И поэтому надевать такие личины, раньше называли личины, маски, это и позорно, и вредно. Ты сам привлекаешь на себя эти тёмные духи. И эти духи начнут тебя душить во сне везде. И ты не знаешь, что делать. А вы вот возьмите вот эту книгу, только не ругайтесь, начните читать, помолитесь, сходите на исповедь в храм Божий. И вот эта вся дурнина-то с вас сойдёт. Вы не будете этим играть. А то я сатанист. Сатана в огне будет гореть, брошенный в озеро огненное, когда Христос придёт и свяжет его. Вот как Библия говорит. И не только у нас. Христиан 2 миллиарда 200 миллионов. Об этом, что сейчас я говорю, написано и в этой книге. В это верят 2 миллиарда людей. Сатана обречён. Эта игра с сатаной ни одного не приводила к добру. Болеть начинает. Неисцелимая язва, рак лица. Не делайте этого. Скиньте её и сожгите. Что, уже затянулся, сатаной не вылезешь? А ты призови Господа и скажи, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне своё лицо вернуть человеческое. Зачем вам нужно? Тут собираются блудники, голые. Ждут, какая шалава подойдёт к ним. Сидят, занимают анонизмом, блудодеянием. Это Содом и Гаморра, дьявольское отродье. И вы это услышали? Прислушайтесь голосу старшего. Скинь её и всё. Никогда не играю в это. Ну, я сказал, я уже дальше-то не буду отвечать. Мы должны сказать. У Эзекииля 3 глава 18 стихи говорит, ты видел согрешающего? Ты не обличил его? Он погибнет, а его кровь я с тебя обзыщу, Бог говорит. Но если ты говорил, а он не послушал, его кровь на его голове, а ты спас свою душу. Вот как. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Иисус умер за нас. Он победил сатану. И ущи с того будет в озере огненном. И все, которые ему служили. Так я отхожу. Принеси Богу. Молитвы жаркие. Объяви посты, молитву. Главное оружие на сатану. Посты, молитвы. Изгинет эта дурнина-то с вас. Все, пока. Люди пьют из-за чего? Вы только не материтесь. Не материтесь. Пьют. Зачем здесь сидят перед глазами? Все время пьют. А то внутри горит огонь гиенский. И пытаются залить его. Да. Да. Вот смотрите, какая книга. Смотрите, какая книга. Уфигайся. Библия говорит о том, что Иисус умер за грехи людей. Умер за грехи людей. И ждет с покаянием. И ждет с покаянием. Обязательно. Вы достаете Евангелие. Евангелие. У вас там повторение идет или нет? Повторение идет или нет. Я когда считаю, я тут, кто приходит и говорит, слава Иисусу Христу. А ему отвечает, во веки слава. Иисус Христос, говорит, когда в дом входите, скажите, мир дома сему. А люди отвечают, хозяева, с миром принимаем. И всегда мирно и радостно. Откуда, скажут, знаете это? Мы знаем ее из вечной книги. Вечной. От откровения Божия данное людям, что на землю приходил Христос, умер за грехи людей и воскрес. Это самая радостная вещь. Он прощает любой грех. Если человек раскаивается и обещает никогда к тому не возвращаться. Вот. Может, что-то у вас есть, какие-нибудь вопросы, я бы вам ответил. Потому что я 57 лет иду этим путем. А вопросов очень много. А что после смерти? А как вот я такое делал? А как простить ли Бог? Это первые вопросы. А как будет там? Что будущее ждет Россию? Эти вопросы все в Библии отвечают. Всего наилучшего. Спасибо. Храни Господь вас. Года 57 лет. С Библией в руках. Вот, видите. Преподавал в разных университетах, школах, милиции. И 57 лет занимаюсь. И все время вопросы. На нашем сайте я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Любой. Социология, политика. Культура, искусство, история. А у вас ни одного вопроса. И главное, ни одного вопроса-то нет. Вот что. Давайте, давайте спрошу. Давайте. Вот, слушайте. Только без матов, чтобы ни одного слова ругательного не было. Хорошо, хорошо. Давайте. При въезде в какой город было сказано, что потеряно, то утеряно. А, что пропало, то упало, то пропало. Ни в одном городе не было сказано. В Библии этого нет. А я не про Библию не имею. А больше нет. А все не будешь знать. Допустим, мы заезжаем, у нас слякоть такая. Мы везли молоко, я прокинулась. Я говорю, что упало, то пропало. А женщина слезла. Про нее сразу, баба с возу, коню легше. Так я могу назвать свое село. Что у нас там это было. В каком городе? Вы скажите, в каком городе было так, что это осажденный город. И осада ведется крупными силами. Старое, средневековое время. Ну, город, видно, изнемогает. Пищи нету. Раненых много. И тогда жители города написали, бросили к стреле, привязали. И сказали, мы согласны открыть ворота города, если вы нам разрешите вынести на руках то, что у нас есть, на себе, или вынести то, что хочу. И тогда мы свободно уйдем, город вам оставим. А неприятелю больше не надо ничего. Он говорит, ну, давайте так. Войска отведите. Войска отвели. И только расцветало, ворота города отворились. И выходят женщины. И каждая, каждая тащит на плечах мужа раненого. Город весь был истерзан. Когда царь увидел, который осаждал, он прослезился. И он сказал, этот город должен жить. Отступил и ушел. Вот это наша преданность, которая Богу, семье, она всегда трогает. Даже враг, жестокий враг, умещал свое сердце. Вы знаете, вот такое было Атила. Атила, всемирный завоеватель. Да. А Тамерлан? А как он? Против него никто не мог устоять, Тамерлана. Багдад пал. Сколько он там пирамид состроил из черепов человеческих? По 500 черепов осталось. И вот подходит он не где-то, а Бомбей, Индия. Люди знают, умягчить его сердце надо. Они собрали 2000 маленьких девочек и мальчиков, розы в руки дали, чтобы навстречу ему, чтобы приветствовать. Он какое-то мгновение смотрел, потом гикнул, шашка наперевес, и конями всех растоптали. Но вот когда пришел в Россию, город Елец, и он спал. А в России было так, храмы были открыты, как на Пасху. Все молились. Сопротивляться абсолютно бесполезно. Даже не надо поминать было. И привезли икону Владимирской Божьей Матери. И молились. А он ночью что-то видел, и ханы, которые стояли тут около него, снаружи, они слышали, как он стонет. Когда он проснулся и говорит, войска снимаем, уходим. Почему? Мне во сне сегодня явилась на облаках женщина необыкновенной красоты. И рядом с ней старцы. Она погрозила мне пальцем. Если ты пойдешь вперед, ты сегодня будешь убит. И он развернулся, а у России был извечный астраханский хан. В астраханской степи. Сразу его разбил, и вдруг ушел в песок нигде нету. Что-то с ним было, умер. Тамерлан. Теперь показывает там в Ташкенте, будто бы его могила. Мы про это не знаем. Спрашивается, если его ни одно государство не могло удержать, почему Россию удержало? Не пугается, смотрите. А то вас потянут к ответу за это. Вы что-нибудь знаете о человеке, который живет на земле, что он умирать будет? И там после смерти другая жизнь. Или в аду, или в раю. Про это знаете? Да. Рай – это когда ты с Богом живешь, а это когда ты… Вот. Смотри, вот какая у нас книга есть. Скажи. Библия. Библия. В ней сказано, как жить, как родители слушаться. И что, когда умрем, за нас Христос умер. Он призывает с покаянием. Если человек покаялся, Господь прощает грех, ну, чтобы человек назад уже не возвращался к злым делам. Вот с этим мы пришли сюда. Вас встретили, вам сказали. Кто-то пальцем или чем закрывает тут у вас. Максим, это даже… А, вот я закрываю. Вот если… Вы можете зайти. Называется «Во свете Библии» наш видеоканал. «Во свете Библии». Набери. У нас большой видеоканал. 17 тысяч роликов наших. Не фига. Не фига. Да, самое большое в интернете. Какой канал? Как оно называется? «Во свете Библии». «Во свете». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Заряди сейчас. Ты увидишь, что там есть. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Вы увидите, как мы детей воспитываем. Как они на лодках катаются, на конях работают. Как православная деревня у нас строим. Никто не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Так, ну заряди. Сейчас на YouTube-канал зайди. «Во свете Библии». Печатай. Сейчас я иду. А вот где же ведь? Давай. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Ну давай. Сейчас, погодите. Еще я подожду. Давай. И потом покажем правильно, и товарка нам уже. Ничего. «Во». Две буквы «В» его. «Во свете Библии». А потом Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Лапа, Лапа. Уменьшительно. Лапкин. «Лапкин». «Лапкин». Ну там открылась еще, нет? «Все велик». Ну еще там видно. «Да». Там всякие видео. «Видео». А посмотри там, сколько подписчиков. «Много», короче, подписчиков. Ну там написано, цифра какая-то. «Я не понимаю». Так не открылась у вас, да? «У меня интернета нету. Вы сейчас, короче, напишем. Ну вы можете так. Мы всём, как…». «Отпできそう».